Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Путь» о православии в нашей жизни. В студии автор-ведущая – журналист Белла Засецкая в крещении Мария. Сегодня в нашей программе мы решили обратиться к двум весьма важным темам, а именно мы поговорим о чудесах, случающихся в нашей жизни, и правильном их понимании. Еще одна тема – взаимоотношения науки и религии. Говорить мы об этом будем не случайно, поскольку наш гость Виктор Петрович Лего, прибывший из Москвы для участия в «Войно-ясенецких чтениях», Этими вопросами занимается как религиозный философ и ученый. Здравствуйте, Виктор Петрович! Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте! Я очень тоже благодарен вам, что вы пригласили меня в вашу уютную студию. Позвольте, я вас немножко подробнее представлю нашим телезрителям. Конечно. Виктор Петрович Лего – кандидат в богословие, заведующий кафедрой философии в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, доцент кафедры культурологии Московского физико-технического института, доцент Московского государственно-лингвистического университета, доцент Московской Сретенской духовной семинарии. Виктор Петрович, ну и прежде чем мы перейдем к заявленным темам, вот очень интересная возникает тема, вопрос. Как вы, человек науки, вот насколько я знаю, вы в 70-е годы закончили Московский физико-технический институт, факультет физической квантовой электроники. Было дело. Да, оказались в системе религиозного образования. И, по сути, вопрос о том, как вы пришли к вере в Бога, как вы обрели то, чем занимаетесь сейчас? Мой путь — это классический, стандартный путь, как говорят, путь Фомы, путь разума. В школе на первых курсах физтеха я был абсолютно убежден, что физика ответит на все вопросы. Я был влюблен в физику и математику. Однако, когда я стал заниматься наукой более глубоко, на старших курсах физтеха я понял во многом благодаря замечательной кафедре философии. На физтехе всегда была очень серьезная кафедра философии, великолепнейшие преподаватели, которые показали мне, что кроме физики существует огромнейший пласт других вопросов, на которые физика даже не планирует отвечать. В физике есть свой узкий небольшой предмет. И мне стало интересно. Я понял, что вопросы, на самом деле, которые меня мучили, это вопросы не физического, а скорее философского плана. Поэтому я решил получить философское образование. И после физтеха, работая в одном из московских НИИ, я поступил на философский факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Закончил на старших курсах философского факультета. Я стал понимать, что философия тоже не может ответить на все вопросы. Тогда я стал уже догадываться, что есть вопросы, которые выходят за пределы человеческого разума вообще. Стал интересоваться вопросами религиозными. И вот таким вот путем, долго могу об этом говорить, но вот путем именно разума, как бы нащупывая, я пришел к выводу, что именно православие, именно православие, не какая-то другая религия, не какая-то другая форма христианства, она и является той самой истинной. В какой-то момент мне стало даже немножко страшновато. я стал понимать, что меня будут осуждать хотя бы в том плане, что вот я выбрал православие, что я пошел по легкому пути. Вот если бы я стал католиком, или если бы я стал буддистом, они сказали, да, вот это действительно путь разума, серьезный человек. А православный, ну, видимо, так. Потому что, наверное, храм поближе, видимо, потому что так вот влияние толпы. Но я-то понимал тогда, и понимал, что, видимо, какой-то такой тоже... Ну, тем более делал мой выбор более серьезным, когда понимание такого вот сложного выбора. Тогда я крестился. Крестился во многом еще не понимая, вот как я сейчас уже понимаю, что во многом тогда мои представления о православии были весьма и весьма наивными. Но я понимал, что если я решил стать православным, то надо креститься. Вот здесь я уже почувствовал потом, уже почувствовал действие благодати. Вот это не пустое слово, потому что после крещения стали происходить какие-то изменения в духовной жизни. До крещения я не понимал, зачем поститься. Это глупо. Это, может быть, даже вредно. Зачем ходить в храм? Ну, Бог в душе. Ну, храм, конечно, можно иногда, там, красиво, там. Хорошие иконы, красиво поют. А после крещения меня потянуло в храм. Я стал как-то неуютно чувствовать себя по средам и пятницам. Знаете, вот, то есть, что называется, на себе почувствовал действие, с одной стороны, вот своих собственных усилий, а с другой стороны, и божественную помощь. Да, душа проснулась, наверное, да? Да, да, да. Да, замечательно. Виктор Петрович, ну, вот вы как человек науки и пришли в религиозное образование, и та тема, которая обозначена уже в нашей программе, взаимоотношения науки и религии, мне кажется, она вам тоже наиболее интересна и близка, поскольку вы и занимались вот этими отношениями. Для большинства же людей, к сожалению, воспитанных в атеистической традиции, эти взаимоотношения, они мыслятся как враждебные и даже взаимоисключающие. И вот такой вопрос. Все-таки, каковы истинные взаимоотношения науки и религии, и что по этому поводу думают люди науки? — Истинные взаимоотношения науки и христианства, я подчеркиваю, именно христианства, религий много, и у каждой религии свои отношения с наукой, часто до диаметрально противоположных. А вот когда мы говорим об отношениях науки и христианства, то я эти отношения выражаю одной простой формулой. — Наука — это частный случай христианства. Из этой формулы вытекает, что не то, что конфликта между наукой и христианством быть не может, а наука — это одна из разновидностей, как она возникала в XVI-XVII веке. Мы говорим именно о науке современного типа, о математическом, экспериментальном естествознании. Так вот, как она возникала? Это возникало как естественное богословие, как попытка понять и познать Бога на основе познания мира, чувственного материального мира. И вот сейчас, когда я, после того, как я занимался этим вопросом достаточно долго и глубоко, я это объясняю и обосновываю, что это действительно так, что наука — это не самостоятельная область деятельности. Она в коренных, фундаментальных своих основаниях зависит от христианства. Она основывается, базируется на христианских постулатах. И поэтому она истина. Поэтому сейчас я совершенно спокойно и преподаю как в Срединской духовной семинаре, так и в Московском физико-техническом институте. Я не чувствую здесь дискомфорта. Объясняю студентам-физтехам основы богословия, студентам-будущим священникам основы науки, потому что это одна и та же истина, только раскрываемая с разных сторон. Вот если позволите, мне бы хотелось привести пример того, как наука и религия могут соприкасаться. Вот мы уже говорили в одной из наших недавних программ, что в конце XX века в связи с развитием медицины, в частности реаниматологии, появилось множество свидетельств людей, береживших клиническую смерть. Эти факты изучались, об этом были написаны исследования, книги, одна из наиболее известных, доктора Моуди «Жизнь после жизни». Таким образом, достоянием науки, научным фактом стало то, о чем говорит христианство на протяжении двух тысяч лет. Смерть тела не означает уничтожение личности человека. Более того, христианство говорит о грядущей вечной жизни человека, направляет наши познавательные способности в этой сфере, которая в полной мере не подвластна научному исследованию, но где возможно духовное постижение. И самое главное, православие отвечает на главнейший вопрос о том, как подготовиться к этой новой жизни. Виктор Петрович, Вы, наверное, тоже могли бы привести примеры соприкосновения науки и религии подобного рода? — Таких примеров, на самом деле, действительно, Вы правы, огромное количество. И люди просто их не замечают, не обращают на них внимания. Я как, не знаю, образование и сфера интересов накладывает свой отпечаток, и я как в прошлом физик и философ стараюсь не ограничиваться какими-то отдельными примерами, а смотреть на вопрос фундаментально, видя его какие-то основы. И поэтому я часто задаю при таких возможных беседах, на конференциях, или где-нибудь на таких вот случайных беседах с моими коллегами, друзьями, учеными, особенно физиками, с просьбой объяснить, почему они уверены в существовании законов природы, почему они уверены, что эти законы можно познать, почему они уверены, что эти законы можно выразить на языке математической формулы, и так далее. Таких вопросов достаточно много. И ученый, который всю жизнь свою посвятил физике, я предпочитаю говорить именно об этой науке, в которой я провел многие годы и продолжаю ей интересоваться, ее любить, и поэтому я преподаю на физтехе, потому что я чувствую эту потребность как бы подпитываться от своей альмаматора. И тогда вот настоящие ученые после моих вопросов начинают задумываться, что он, оказывается, не понимает. Вот он привык работать в некотором поле. Да, он понимает, что есть законы природы, что они выражаются на языке математических формул, что, чтобы что-то объяснить, нужно составить дифференциальное уравнение, решить его, подставить некоторые параметры. А почему? Элементарные вопросы человек даже не задумывается, не ставит себе. И тогда приходится объяснять, а вот это почему, оно, оказывается, основывается, то есть базируется на христианских основаниях. И дальше я уже показываю, подтверждаю, как творцы современной науки Галилей, Декарт, Ньютон, Паскаль, Лейбниц создавали современную науку именно на богословских основаниях. А мы сейчас, я часто иногда даже шокирую, при том, что я постоянно говорю, что я физику люблю и ценю, и считаю некоторых так называемых апологетов, которые говорят, что на самом деле есть другая физика, там какие-то торсионные поля, там креационистская концепция и прочее. Я сторонник классической науки, академической науки. Тем более, что мы живем в мире, созданном во многом этой наукой, и не было бы вашей телестудии и телевизоров у наших телезрителей не было бы, благодаря открытиям ученых. Так вот, именно осознание того, что, точнее, скажу лучше по-другому, непонимание, наоборот, того, что физика базируется на фундаментальных, философских и, главное, богословских положениях, сделало физику в каком-то смысле ремесленной. Даже не только физику, вообще науку. Вот ученому сказали, ты должен делать то-то и то-то. Вот ты должен уметь собирать установку, ты должен уметь решать дифференциальное уравнение, ты должен смешивать реактивы в проверке, ты должен уметь препарировать клетку. Все, твое дело маленькое. Как ремесленник. И современная наука, она настолько сложна, она настолько многообразна, что ученому некогда. А он считает, даже и незачем задумываться о фундаментальных ее основаниях. Он погряз в своих сложнейших математических расчетах, он погряз в своих сложнейших экспериментальных установках. Один адронный коллайдер, чего стоят тысячи, десятки тысяч инженеров, рабочих, создают эту сложнейшую установку. Какая философия? Какое богословие? Виктор Петрович, мне кажется, что здесь вырисовывается действительно проблема взаимоотношения науки и религии. То есть мы видим, что наука, возникнув в христианской среде, посредством христианской философии, христианского взгляда на мир, она стала дистанцироваться от своего источника. И вот те проблемы, которые сейчас, вот мы все о них знаем, все слышим, будь то ядерная физика, будь то генетика, будь то IT-технологии, вот они все превращаются в некоего монстра, который уже, который вредит, который угрожает жизни человека. И прежде всего проблема здесь лежит в том, что наука дистанцировалась от морально-нравственных принципов. И вот, скажем, если посмотреть даже последнюю там сводку новостей, вот то, что сейчас активно обсуждается в СМИ, вот меня, например, очень задело обсуждение нового открытия, там, новой технологии лаборатории Натальи Каспирской, которая предполагает тотальный контроль за работниками офисов. И когда ей журналисты задают вопрос, кому же будут доступны ваши новые открытия и, так сказать, технологии, она вот буквально цинично отвечает, что всем тем, кто заплатит. То есть все переведено на рельсы, понятно, какие. Еще более такой потрясающий пример, может быть, поскольку он касается уже глобально так вот планеты Земля, скажем, нашего будущего. Вот зацитирую последнюю новость, такая Массачусетский технологический институт пришел к неутешительному выводу, что к 2025 году каждый второй ребенок, рожденный на Земле, будет аутистом. Вот причина. В результате использования ГМО-продуктов, содержащих глифосат. Им обрабатывают посев пшеницы, он же содержится, оказывается, в обычных гасировках. И вот доктор Стефани Сенеф, сообщая эту новость, представителям пресса, отметила, что винить в грядущей эпидемии надо компанию Монсанто, которая известна своей агрессивной политикой в сфере генномодифицированных продуктов. И обратите внимание, вот вообще потрясающая вещь. Многие западные эксперты, включая доктора медицинских наук Риму Лейбоу, уверены, что американская олигархия давно знала о данном эффекте от использования глифосата. Однако она решила использовать его для создания популяции, которая будет способна только подчиняться и выполнять простейший вид работы. То есть получается, что даже те достижения научно-технического прогресса, попадая в руки нечистоплодных людей, ну, по сути, негодяев, они оказываются таким оружием, в общем-то, против человечества. И вот это действительно проблема, где христианство ставит чёткую границу, чёткую границу и говорит о том, что только вот это целомудренное отношение, отношение к познанию, которое имеет некие границы в себе, небезграничное познание, оно может сохранить нас от каких-то ужасных вещей. и как вот священный мученик Венианин Фетченков, ум становится служанкой страстей в данном случае, если он не ощущает этих границ нравственных. Вот как вы могли бы прокомментировать вот эту ситуацию, которая складывается, вообще, в чём здесь выход, как мы можем воздействовать? Ну, ситуация, которую вы описали, она, увы, к сожалению, имеет место, и многие замечательные учёные об этом говорят очень давно, не только учёные. Ну, скажем, могу привести пример одного из крупнейших физиков XX века, один из основателей квантовой механики Вернер Гейзенберг, который в своей статье «Естественно научная и религиозная истина» поставил вопрос о взаимоотношении науки и религии, в частности христианства, и показал, что наука, оставленная без такого отеческого, в хорошем смысле этого слова, такого попечения со стороны религии постоянно приводит то к изобретению отравляющих веществ, то к созданию орудия массового, оружия массового поражения, то ещё каких-нибудь других страшных вещей. наука приносит в мир не только удобство и комфорт, параллельно она приносит и огромное разрушение. И, кстати говоря, очень необычно предлагает взглянуть, необычно для современного читателя, для специалиста вполне нормально, предлагает взглянуть на старый, известный всем конфликт между Галилеем и католической церковью. И Гейзенберг указывает, что это не был конфликт между новой наукой и церковью. Это был конфликт как раз того самого нравственного критерия, нравственного использования научных открытий. Мало кто обращает внимание, что на Галилея, собственно говоря, не было гонений, когда он занимался просто наукой. Когда он посмотрел на спутники Юпитера, на пятна на солнце, когда он разрабатывал основы кинематики, основы теории сопротивления материалов, его, наоборот, слава о нем шла по всей Европе. А вот когда Галилей решил написать книгу «Теалог о двух системах мира» Птолемеевой и Коперниковой, в которой решил доказать, что сложившееся, уже понятно всем, принятое всеми Птолемеева система мира с землей в центре и вращающимися вокруг нее солнцем и планетами неправильно, то церковь забеспокоилась, а не приведет ли это к каким-то катаклизмам. Тем более у нас за плечами была страшная война с протестантами, которые как раз и утверждали, что вот эта Коперниковская теория, она опасна, она вредна, она подрывает основы веры. И поэтому запрет на эту книгу был запретом скорее, это подчеркивает, я повторяю, это пишет Гейзенберг, это не какой-нибудь мракобесный, там, не знаю, сельский батюшка, это пишет величайший физик 20 века, что Галилей здесь был неправ. Он стал рассуждать над вопросами, которые могли привести к новой войне. И поэтому церковь в лице Папы Римского и кардинала Белармина, который вступал в переписку с Галилеем, просили его быть убедительным в своих рассуждениях, если ты решил это доказать, то доказывай абсолютно стопроцентно. Если у тебя нет строгих доказательств, подожди с книжкой. Не стоит, может быть, новая 30-летняя война, страшная крестьянская война в Германии между протестантами и католиками, это нормально? Это был первый, это статья Гейзенберга, но время на меня очень сильно повлияло, это был первый, собственно, такой вот не конфликт между наукой и религией, а призыв к науке заниматься вопросами, которые не будут приносить вреда человечеству. Но, увы, подчеркивает Гейзенберг, ученые не прислушались, и результатом стали те самые отравляющие вещества, оружие от массового уничтожения. Вот другой пример, Манхэттенский проект в лаборатории, в которой создавалась атомная бомба в США, когда сотрудникам говорили, некоторые люди, вы что, не понимаете, чем вы занимаетесь? Это же страшное оружие. Им отвечали, это интересная физика. Вот спросить бы у жителей Хиросимы и Нагасаки, это интересная физика? Да, кому-то интересно узнать механизм цепной реакции, а кому-то хочется жить. И нужно знать пределы использования науки. Да. Вы знаете, ну вот, святые отцы православной церкви, они об этом тоже говорят очень чутко, и очень, вот, ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Да. То есть, вот этот православный подход. И, ну, говоря, скажем, о нашей православной церкви, да, у нас ведь таких конфликтов, явных конфликтов, о которых мы слышим, да, в католической церкви, слава Богу, не было. Но вот то, что сейчас происходит, конечно, это большая проблема, большая проблема нравственности. Вот, Виктор Петрович, вы знаете, ну вот мы в нашей программе, к сожалению, не сможем вот так вполне поговорить на эту тему. И у нас еще впереди тема, о которой мы заявили, это чудеса. Да, и вот мне бы хотелось немножко перевести уже, да, в эту плоскость. И, наверное, говоря об этом, надо сказать, что вот, наверное, сейчас наши современники, будь то люди церковные, понятно, что они веруют в чудеса, поскольку, если есть Бог, то, возможно, все. И также люди вне церковные, они довольно уже убеждены всеми теми битвами экстрасенсов, которые там на телеканалах наших, там, колдунами и прорицателями, они верят в паранормальные явления. То есть убеждать, наверное, кого-то в том, что чудеса существуют, уже тут в обратном надо убеждать. А именно, наверное, нужно разобраться в этом вопросе все-таки из одного ли источника все те чудеса, которые мы видим. Вот. И все ли эти чудеса на благо человеку? И, конечно же, как наука относится к чудесам? Вот эти вопросы мне бы хотелось с вами поднять. Да, задали столько вопросов. что часа два как минимум нужно с ними разбираться и отличить ложные чудеса от истинных и показать отношение к чудесам со стороны научного мировоззрения. Что касается второго вопроса, отношения со стороны науки, вот сейчас, когда произошел тот самый отрыв научного мировоззрения, науки от ее истоков, от религиозных и философских, и возникает вот это убеждение, что чудес не бывает, что тот ученый, который начинает верить в чудеса, то он отказывается от самого главного постулата, на котором стоит наука, а это постулат существования вечных, неизменных, познаваемых законов природы. Поэтому нормальный материалистический, атеистический мыслящий ученый скажет, что чудес не бывает, а то, что вы считаете чудом, на самом деле некоторое явление, которое мы пока еще не можем объяснить на нынешнем уровне развития науки, как, например, кометы. В средние века кометы считали вестниками божьими, какими-то знамениями, а потом Галли, Кеплер и другие астрономы четко показали, что это обычные небесные тела, только имеющие другую орбиту вращения вокруг Солнца. Но у меня была уже один раз беседа на телевидении на одном из центральных каналов по поводу чудес с физиком такой вот на уровне Атеистически настроенным, да? Да, да, естественно, который мне доказывал, что чудес не бывает, потому что все объясняется законами природы, а я его постоянно добивал вопросами, а докажите мне, пожалуйста, что все объясняется законами природы. Доказательств нет. А он даже не понимал этого вопроса, философского образования у него нет. Он думал, но это очевидно. Вы знаете, далеко не очевидно. Впервые эта мысль о том, что все познаваемо законами природы возникает только у Декарта и Галилея в начале 17 века. До этого это была чисто богословская мысль. Бог управляет миром посредством законов природы. И эту богословскую мысль повторяет и Декарт. Из того, что Бог вечен и не подвержен изменениям, я вывожу принцип, называемый мною законом природы. Но в отличие от отцов церкви, Декарт говорит, а я могу еще эти законы природы описать математически. То есть мысли из богословского, только богословского плана, переходит в научный, но не теряя своего богословского основания. И поэтому ученые 17 века, они все верили в чудеса. Потому что, ну как, есть два способа воздействия Бога на мир. Постоянный посредством законов природы и когда Бог решит ради человека, ради человека только, не просто так вот ради какой-то своей сумасбродной идеи якобы, а именно ради спасения человека нарушить эти законы природы, чтобы привести человека к вере. Но человек никогда не поверит в чудеса, если у него нет хотя бы немножко, хоть капельки готовности принять что-то чудеса. Современный материалистический, атеистический мыслящий ученый очень фанатичен. Часто я перебрасываю мяч на поле противника. Не мы фанатики, не мы православные фанатики, а вы. Мы признаем мир в самом разнообразии. Вот это законы, это чудеса. Мы можем рассматривать любые явления. А вы говорите, нет, это явление обязательно, вы нас обманываете. Вы здесь не разобрались, вы невежды, вы не знаете. Подождите, но на каком основании вы говорите, что это обязательно когда-то будет объяснено? Тем более, что если это явление противоречит законам природы, как вы будете объяснять хождение по воде Христа, как вы будете объяснять многочисленные факты чудесных исцелений, которые многие врачи, вот вчера на конференции выступал протеорей Сергий Филимонов, замечательный врач, доктор медицинских наук и священник, он рассказывал десятки фактов чудесных исцелений, когда раковый больной после причащения приходит, приносит совершенно другую рентгенограмму, говорит, у него там никаких вообще заболеваний нет, но для этого нужно быть готовым признать чудо, а вот такой готовности у современных ученых, вот таких вот фанатично, атеистично настроенных, к сожалению, нет. Вы знаете, ну вот в этой связи может быть интересно все-таки точка зрения святых отцов православной церкви, вот я о них бы хотел немножко добавить, вот нашим телезрителям рассказать, что вот о чудесах евангельских мы знаем, что они служили удостоверением божественной природы Христа и были духовно полезны для тех людей, с которыми эти чудеса происходили или на глазах которых были они совершены. Знаем мы и то, что источником необычных явлений могут быть и нечистые падшие духи, об этом также есть свидетельство о священном писании и церковном предании. Но как нам в современной жизни установить источник того или иного чудесного явления? Это очень сложно, есть большая вероятность ошибиться. Мудрый совет в этой связи дают святые отцы православной церкви. Они говорят «Не хули, не отвергай, будь к чудесам бесстрастен». Кроме того, они строжайше предупреждают об опасности искания чудес и стремления к ним, поскольку это может нанести человеку очень большой вред. И еще одна весьма важная причина, почему осторожно надо относиться ко всем чудесам. Ну вот процитирую святителя Игнатия Бринчанинова сегодня день его церковной памяти. Он говорит «Мы приближаемся к тому времени, когда должно открыться множество поразительных и ложных чудес». О чем это? Из церковного предания мы знаем, что тот великий религиозный и политический деятель, приход которого ожидается в конце мировой истории, будет и великим сотворителем поразительных и ложных чудес. И будет он величайшим противником Христа, то есть антихристом. Антихристом. Чудеса будут совершены им, дабы утвердить свою власть над людьми. Так что не случайно святоотеческое предостережение о крайне осторожном отношении к чудесам. Виктор Петрович, вы знаете, не так давно у нас в гостях был Борис Алексеевич Филипп, историк католической церкви. И вот когда я ему задала вопрос о том же, какое духовное состояние, как могли бы вы описать духовное нынешнее состояние католиков западного мира, он неожиданно совершенно для меня сказал такую вещь, что и католики, и протестанты они одержимы каким-то нездоровым исканием чудес. Вот это настроение царит там, за рубежом. И, конечно же, это и нашу церковь не минует, к сожалению, наших прихожан. Есть такие настроения. Как вы считаете, что этому мы можем реально противопоставить? Какое отношение? Вы знаете, этому я бы противопоставил Евангелие читать почаще и побольше и повдумчивее Евангелие. Христос не творил чудеса направо и налево. Он творил чудеса только тогда, когда он видел перед собой веру. Он не сошел с креста, хотя первосвященники и римские легионеры смеялись, говорили, ты же Бог, там, других спасал, сади с креста, соверши чудо. Он не явился потом воскресший тем же самым легионером или первосвященником. Он к чуду. Христос относился, как вы совершенно правильно сейчас процитировали многих отцов церкви, очень вдумчиво. Чудо должно быть явлено там, где есть вера. По вере твоей будет тебе дано исцеление или даже воскрешение. поэтому нам Евангелие говорит одно возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением своим и возлюби ближнего своего, как самого себя. Оно не говорит нам ищите чудеса. Оно говорит люби, люби Бога, люби человека. А чудеса, они приходят как бы тогда, когда нам нужно. ищите прежде всего Царствия Небесного и правды Его, и все остальное приложится вам, говорит Христос в конце своей Нагорной проповеди. Вот чего искать надо. Любви к ближнему, веры в Бога, чудеса. Но это действительно нездоровый интерес. Вот человек психически так устроен, что ему интересно что-то такое необычное. Вот я поставил бы интерес к чудесам в один ряд к цирковым представлениям, к футбольным матчам. Вот и как здорово он гол забил. Вот и как он хорошо балансирует на таких вот шарах. А здесь вообще такое забавное событие произошло. Кто-то выздоровел, кто-то воскрес. Это из разряда нездоровой психической какой-то любопытства. И факт подтверждает то, что многие люди даже столкнувшись с чудесами часто жизнь свою не меняют. Для них чудо это некоторое шоу устроенное Богом. Шоу в цирке это конечно хорошо, а шоу устроенное Богом это гораздо более классно. А теперь будем ждать когда у нас следующее шоу. Поэтому вы совершенно правы сказать, что отношение к чудесам должно быть очень осторожным. Виктор Петрович, я вас очень благодарю за то, что вы приняли участие в нашей программе и вот замечательные слова прозвучали и я думаю, что телезрители смогут осмыслить иную точку зрения, нежели чем может быть была у них прежде. Дорогие друзья, мы сегодня попытались размечать некий стереотип, предвзятое мнение о недружественных взаимоотношениях науки религии. Итак, мы видим, что наука не отрицает религию и религия не отрицает науку. Более того, православие утверждает, что наука может быть одним из средств к познанию Бога. Необходимым же условием для человека, находящегося на пути познания себя и окружающего мира, по словам преснопамятного святителя Игнатия Бринчанинова, является исполнение заповедей христовых, которые излечивают нашу душу и наш дух и делают их способными к восприятию Божественного Духа, которым исполнено все живое. И подводя итог беседы о случающихся вокруг нас чудесах, наверное, согласитесь, что будет разумным взять на вооружение святоотеческий принцип отношения к разного рода чудесным явлениям, относиться к ним бесстрастно, не принимать и не отвергать. И самое главное, наверное, о чем бы хотелось повторить, жизненно важно реально жить по-христиански, а не только знать о христианстве. На этом мы с вами прощаемся. До свидания, всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok